Всем привет, дорогие друзья! Я вам показываю очередную ёлку. Теперь я буду по всем шоппинг-центрам ходить и везде снимать ёлочку. Посмотрите, какая она большая и красивая. Вся в огоньках. Наверху звёздочка. Ах, давайте поближе подойдём, посмотрим её, снимем. Ну, цук-цук. Искусственная, конечно. Но хороша, хороша. Большая-большая. Идём мы сегодня с вами в кос. В кос снова. Видите, вот у нас не только ёлочки, у нас ещё украшены вот эти вот рождественские цветы. Не знаю, как они называются. Это настоящие или искусственные? Настоящие. Боже, какие красивые. Настоящие. А здесь вот их целая... А здесь вот их целая аллея, галерея. И ещё раз вам ёлочку издали. Вот так. Ну, я думаю, везде сейчас эти ёлки. Никого это сильно не удивляет. Все сейчас вокруг уставлены ёлками. Во всех, во всех торговых центрах. Здесь у нас манклер. Курточки висят. Манклер перестал делать меховые воротники из натурального меха. Или продолжает? Вот мне интересно. Канда Гус как бы гордо объявила, что они перестали. И на их веб-сайте действительно на фотографиях нет ни одной куртки, ни одного пальто с меховым воротником. Но если вы зайдёте на, так сказать, на саму страничку вот конкретного какого-то изделия, которое вам нужно, то там всегда внизу будет написано, что вы можете присобачить воротник. В принципе, за те же деньги. За те же деньги. О, мне показалось, что знакомая девочка моя. Боже, сколько всего чёрного. Мы, наверное, сегодня будем примерять чёрный вкус. Смотрите, какой всё чёрненько. Ну, интересно, интересно. Да, так вот, Канда Гус написала, что как бы можно... Ой, какие украшения красивые. Смотрите. Что можно... В этом пальто существует капюшон с воротником, с меховым. Меховой опушкой. Так, ну что, по чёрному, наверное, сегодня пойдём опять. Кус самый любимый нами магазин по примеркам чёрных вещей. Я не знаю, если я буду снимать обзор в магазине. Я просто увидела интересные какие-то. О, красивое какое платье, но... Или мы сегодня по чёрному пойдём. Я видела там красивые украшения на витрине. Я не знаю, если они есть. Так. Чёрненько. Чёрненько. А, вот оно. Сейчас я вам его сниму. Так, серёжки. Серёжки, видите, они сделаны... Сейчас. Видите, они сделаны как будто бы двухсторонние. У них цепочки. Цепочка спереди, цепочка сзади. Сколько они стоят? Семьдесят долларов. Праздничные такие новогодние. И вот такое интересное ожерелье. За сто... Целых сто тридцать пять долларов. Так, я его не показываю, снимаю, да? Так, посмотрите, какое красивое. Здесь, видимо, оно... Какая-то застёжка такая странная, интересная. Ну, а эти уже простенькие такие. Это уже косовские такие. Косовский минимализм. За тридцать девять. Видите, они разные. Серёжки асимметричные. Шляпе. Так. В общем, много чёрного. Посмотрите, как много чёрного. Ой-ой-ой. Как раз... Как раз так, как мы любим. О, красота. 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 Бархат. А у меня есть такое платье, очень похоже, только серый бархат, как этот. О, как тут... Вот это я мерила. Эту рубашку, помните, я примеряла? И юбку такую я примеряла. А сейчас здесь ещё брюки такие. Блузочка. А, это платье. Посмотрите, какое красивое. Так, не знаю, буду ли я на чёрное акцентироваться или... Потому что много чего есть красивого. Не чёрного, а на чёрного очень много. Так, вот эта блузочка, вот эта блузочка. Смотрите, какой красивый свитер. За сто двенадцать долларов. Видимо, махер. Белый, в такую тонкую... Тонко-чёрную или даже серая полоса. Очень красивый свитер. Пуховики. Куртки. Привет, друзья мои. Мы в примерочной. И сегодня у нас всё чёрненькое, интересненькое. Посмотрите, какая штучка. Я тут, в общем, платья такие фактически на Новый год. Выходные такие, праздничные. Но есть такие попроще, побудничные. А есть прям такие интересные. Главное, чтобы я во все в них влезла. Это всегда большой вопрос. Так, на мне пальто, платье-пальто вот такое. И сапоги, которые не подходят к сегодняшней теме. Total Black. Ну, это не совсем Total Black. Total Black, это когда вы составляете комплекты из чёрных вещей. А у меня, собственно, просто чёрные. Просто примеряем чёрные вещи. С сапогами, да, получилось это. Но будем считать, что это такой, знаете, как будто бы акцентная вещь. Поэтому мы не будем вычитывать Total Black. Потому что мы будем в чёрном, во всём чёрном. И в таких вот коричневых сапогах. Правда? Давайте примеряемся. Так, первое платье под кодовым названием «Чёрная колонна». Слушайте, оно на самом деле очень интересное. Просто его нужно показать вблизи. И я вам сейчас покажу. Под него, конечно, надевать надо какую-то рубашку или свитер, чтобы был рукав. Ну, в общем, вот, оно всё сшито. Я вам показывала как-то в прошлый раз, когда я здесь была. Такой свитер у них есть. Тоже с бахромой внизу. И он сшит весь из таких. Состоит свитер из вот таких вот полосок. И то же самое вот это платье. Это даже скорее туника, наверное, да? Смотрите, какие здесь. Оно всё состоит из вот этих вот полос. Если честно, у меня были к нему больше ожиданий. Потому что на вид оно выглядит очень интересно. Ну, как всегда, конечно, длинное. Очень длинное. Подкоротить его не представляется возможным. Потому что вот эта бахрома внизу. То есть её как бы надо обрезать. И она реально у меня вот на полу лежит. И оно, конечно, конечно, это очень интересная вещь. Необычная. Ну, не то оно мне велико. Это, по-моему, младший размер. Не то. Ну, длина, конечно. Так. Знаете, я себе напоминаю этого. Пугало огородное. Который в лохмотьях, знаете, его одевают. Вот в такой вот какие-то лохмотья, чтобы пугать птичек. Или как будто бы какой-то, знаете, монах. Который вот в лохмотьях вот идёт куда-то по дороге. И очень это самое... Очень долго идёт. Вот мне вот ещё какую-нибудь котунку, там, палку в руки. И вот я точно буду вот таким вот каким-то... Странная, конечно, вещь. Ну, как бы то, что есть. Вуаля. Так, вот. Всё это вот здесь вот, видите, оно всё имеет... Это всё дырочки, дырочки. Видите, это всё дырочки. Оно всё здесь действительно... Оно сложено вот такими вот полосами. И сшито горизонтальными швами. Ну, вот между швами здесь как бы всё это дырки. Карманов нету, хотя я ожидала. Хотя какие карманы, когда здесь... Сплошные дыры. Куда несём руку, попадёшь в дыру. Так что вот я реально, вот прям там реально, вот. Дырка, дырка, вот видите. Опа. Вот такое вот интересненькое платьице. Так, значит, платье. Размер Larch я примеряла. Стоит 275 долларов. Состав 100% шерсть. Что, конечно, хорошо. Вот его всякие номера, если вы хотите поискать на выписайте. И здесь, как всегда, вот это вот у них 100% сертифицированная шерсть. Я читала когда-то про это сертифицированную. Что это означает, я уже опять забыла. Что-то, что-то такое, что там как-то с животными очень нежно обращаются, с которых добывают эту шерсть. По-моему, что-то вот так. Судя по картинке, вот. Что здесь такой барашек нарисован. Видимо, это и это имеется в виду. Ну, вот такое вот платье. Шерсть 100% интересное платье на любителя. И очень длинное. Так, еще одна черная колонна. Значит, смотрите. Оно очень как-то клеится ко мне. У меня там колготы. И оно прямо очень клеится. Ну, синтетика, понятно. Ну, прямо как-то совсем что-то. Прямо я его не могу от себя отодрать. Отодрать. Ну, в общем. Вы видите, да? В плюсах. Плюсы, что у него есть плечики. Я люблю плечики. Минус, что оно очень прозрачное. Вот так вам не видно. А я вам хочу сказать, что оно все просвечивается. Так, руках длиннющий. Но, в принципе, нормально. Я люблю такое. Можно сейчас так модно. Можно просто вот так вот закрутить. И будет нормально. Длина тоже длинная. Прямо до сапог мне. Сделано оно из вот этой вот жатой ткани, которую я очень люблю. Два разреза. Вот такое вот тоже платье. Тоже черное. И, ну, в общем, ничего такое. Так. Я не понимаю только почему. Вот из чего оно сделано. Ну, понятно, что из синтетики. Почему оно так липнет? Я совершенно не могу его отодрать от себя. То есть я его отдираю, и оно снова прилипает. Что за фигня? Ну, в общем, вы поняли, да? Какая-то прямо очень-очень электризованное оно. Прямо совершенно не... Ну, это же ужасно. Ну, как можно так? Ну, хорошо. Это как бы я надену колготы, надену сапоги. Вот так вот я буду вот так вот ходить. Такое вот... Отлипайся. Не знаю, что происходит. Но, в принципе, как бы вот мне нравятся в нем плечи. Карманов тоже никаких нету. И, в принципе, оно довольно такое, ну... Можно сказать, элегантная вещь. Если его отлепить от своих ног и от колгот, то получится элегантная вещь. А если не отлепить, то получится какой-то беспорядок. Какое-то безобразие. Так, смотрите, я принесла еще вот такой боммер. Он очень классный. Я его помирила с этим платьем. В принципе, можно с чем угодно его носить. Со свитерами, с палатьями, с джинсами абсолютно вот все подходит. Он такой весь мелко прострочен в такие квадратики. И, видите, вот внизу резинка, на рукаве резинка, замочек. Это, по-моему, размер large. И он мне, в принципе, вот даже нам не застегнется. Мне он очень нравится. Прям очень. Такой классный. Смотрите, какой. Вот эта вот мелко-клетчатая прострочка. Она просто какая-то, не знаю, что-то магическое в этом месте. Почему-то у меня очень нравится этот боммер. Так, закетик. Размер large. 290 долларов. Все полиэстер, конечно же. Ну, а что это? Что это может быть? Полиэстер. Ну, я вам хочу сказать, кстати. А, слушайте, он двусторонний. А, вы знаете, что? Он может быть просто вот такой вот гладкий. Сейчас я попробую его вернуть. Только я не понимаю, здесь вот этикетка, значит, она будет на спине. Или ее надо отпороть. Почему я думаю, что он двусторонний? Потому что я обратила внимание, что у него, как бы, вот эта вот этикетка с составом. Для нее есть специальный кармашек. Так, сейчас я вам покажу. Видите, раз. Ее можно спрятать. То есть обычно в вещах, когда они не предусмотрены, что они двухсторонние, такого нет. Ну, в общем, вот сюда вот она прячется, вот в этот кармашек. И здесь вот, видите, такая прострочка внутри. И есть карман внутри. Замком. Причем с одной стороны. А может, это просто карман внутренний? Не знаю. Я что-то сомневаюсь. Ну, вы видите, как бы, швы, не знаю. Просто меня смущает вот эта вот этикетка, как бы, если вы, если его вывернут, то этикетка останется на спине у вас. Просто если только ее спороть. И вот это то, что они сделали кармашек для, для вот этого, для, для вот этих этикеток, они, как бы, вот этих я попробую его вывернуть. Вы знаете, я думаю, что он не двусторонний. Но вот я его вывернула, и он тоже выглядит неплохо. Единственное, что вот этот карман, он, как бы, я думаю, что это просто внутренний карман. И застегнуть его очень сложно, потому что все-таки молния как-то сделана так, что если вот так его вывернуть, то молнию застегнуть очень тяжело. Хотя выглядит это совершенно как будто бы, как будто бы так и должно быть. Потому что здесь все очень аккуратно, красиво застрочено, что, в принципе, и должно быть, наверное. Ну, и единственное, что этикетка КОС осталась на спине. И вот такой вот карман. Видимо, все-таки имеется в виду, что если очень хочется, то можно его вывернуть. Просто надо сначала спороть этикетку, да, или я какую-то ерунду говорю. Так мне кажется. Не знаю. Платье 100% полиэстер, 190 долларов. Цену я даже не обсуждаю, потому что уже молчу вообще про цены. Размер large. Ой, нет, размер 10. И вот его номера. И, в принципе, сшито оно хорошо. Мне нравятся в нем плечики. Мне нравится эта ткань. Сзади здесь у него замок и сверху вот такой крючок. Мне только не нравится, что оно так липнет. Вот, ну, знаете, ну, мало ли чего полиэстер. Я вам тоже пришла в полиэстеровом платье. Оно так не липнет ко мне ужасно, как это. Я прям даже не знаю, что-то оно такое химическое, синтетическое его сделали. Но вообще платье элегантное, красивое-красивое платье. Обычно у них вот такие вот платья, которые не самые дорогие, стоили где-то 175, по-моему, из дешевых, так сказать. Сейчас 190, но не знаю, не знаю, посмотрим. Черное бархатное платье. Но красота его в его ткани на видео это не очень видно. У него вот интересный такой, как сейчас сниму, подождите, подождите. Вот такой вот интересный резинка-воротник, да, под горло как бы, но это здесь резинка. Потом никаких застежек нету, через голову надевается легко, потому что это резиночка. Вот так вот оно все такое собрано. У меня есть похожее платье серого бархата. Я здесь у них когда-то покупала, немножко другое. Ну, такого же плана, тоже какие-то здесь складки. Красивый такой рукав. В принципе, это уже нарядное. Это уже новогодняя такая история. Ну, так вот нет, но вы понимаете, что это бархат. И когда вблизи смотришь на него, то вы понимаете, что это очень что-то нарядное. Бархат, да, он всегда более нарядный. Хотя издали вот платье черное, просто черное такое платье с красивым широким боковым. Кстати, не длинное. Наверное, имеется в виду, что оно по длине, выше колена должно быть нормальному человеку, а не мне. Потому что, суть, потому что все вот эти вот, они все мне в пол, то это, видимо, имеется в виду такой типа мини. Но вот, мне как раз хорошо. То, что нормальному человеку мини, мне как раз в самый раз. Карманы. Размер какой-то очень маленький я взяла. Четвертый или что-то такое. Потому что я прямо увидела, что оно широкое, оно прямо большое. Вот интересно, сейчас. Интересно в кос. Я ношу от четвертого до четырнадцатого размера. Вот это четвертый, да. Я в нем свободно, абсолютно свободно фигурирую. Одно из платьев, которое я принесла, по-моему, четырнадцатый или десятый. Нет, оно, по-моему, десятое, но я думала взять четырнадцатый. В общем, у них все очень зависит от фасона. Широкие вот эти вот объемные платья. Я ношу четвертый, а платья такие по фигуре, которые я ношу, четырнадцатый. И даже иногда он мне маловат. Между четвертым и четырнадцатым это пять размеров. То есть вы можете себе представить и понять, какое несложение вообще в размерах в магазине кос. Ну вот это четвертый, да. Так, в этом платье в составе 83% вискоза и 17% шелк. Единственное, что здесь на рукаве еще есть подкладка. В рукаве, видите, вот это все тут синтетика уже намешали. Смотрите, как интересно сделано. Само платье, у него подкладки нет. Само платье без подкладки. Но в рукаве, в рукаве идет вот такой вот, вот такая вот пришита подкладка. Это очень интересно. Я не очень понимаю, зачем. А, здесь такой реглан, видите, оно вот от реглана идет вот тут вот пришита по всему рукаву. Вот эта вот подкладка. Это такой приятный тач, такой, знаете, финиш. Приятный финиш, но я совершенно не понимаю, зачем. Чтобы рукав лучше лежал, как бы струился из-за этого, не знаю. Ну вот любит кос какие-то такие. Может быть, его можно так развернуть, отвернуть. Нет, не думаю. Любит кос такие загадочные вещи делать. Ну и вот, в общем, короче, вот такой вот воротничок у него. Видите, это все резинка спереди и сзади. Видите, на плечах вот здесь вот гладенько. Тек. Размер четвертый, не обманула. 275 долларов. Да. Ну, там шелк, типа вискоза, значит. И вот его номера. Вот такое платье. То, что у меня, оно, конечно, было не такое дорогое. Я покупала его вообще долларов за 75, по-моему. Я, может, когда-нибудь вам покажу. Я в нем хожу редко, но метко. Так. Здесь тоже все синтетика в карманах. Видите, другая ткань. Ну, в общем, платье неплохое. Очень базовое, элегантное. Видите, здесь видно, какая красивая ткань. Когда в зеркале не очень хорошо видно. А здесь видно, как она переливается. И действительно, оно, в принципе, нарядное. Потому что вот такая вот ткань, когда на вас вот так вот она струится, переливается. Ой, что это за летает здесь? Пушинки летают. Когда оно вот так струится и переливается, то это, конечно, очень красиво. Значит, на камере, когда снимают, такое ощущение, что на него цепляется все, что вообще летает вокруг. И все, что вокруг находится. Но это не совсем так. В принципе, в жизни это не так видно. Просто как-то вот прям на телефоне прям это очень отсвечивается. Очень красивое и тоже очень нарядное, можно сказать, уже новогоднее платье. Я вам сейчас просто покажу, какая здесь юбка. У меня к нему есть некоторые вопросы, которые я вам потом объясню и расскажу. Значит, смотрите, как интересно сделана юбка. Прикрываю свой живот. Я так его выпучилась. Короче, посмотрите, какая красивая юбка. Как интересно. Сзади оно вот такое вот длинное. А здесь вот так вот оно отрезано. Смотрите, да? И у него сделаны вот такие вот здесь фалды. Как-то здесь оно длинное, здесь оно короткое с этой стороны. Просто шикардос. Просто очень красивое платье. Единственное, что с размером у меня не сложилось. Сейчас я вам объясню, почему. Так, смотрите. При всей его красоте, элегантности и нарядности, значит, вот здесь очень красивая вот такая вот тоненькая вот такая вот идет как бы горловина с такой совсем тонкой шлейкой. Просто в ноль уходящей. Но это, по-моему, десятый размер. Оно мне нормально вот здесь. А вот здесь оно мне прямо очень как-то велико и очень оттопыривается. И это совсем мне не нравится. Смотрите. Сейчас. Смотрите. Здесь прямо оно вон. Видите как? И очень низкая вот эта вот здесь такая просьба. И она прям как-то совсем плохо лежит. То есть здесь сверху мне надо было бы меньше размер, но вот здесь мне меньше размер нельзя. Ни в коем случае. А так вообще вот это все очень не очень. Но сейчас я его прикрою. У меня есть чем его прикрыть. Вы увидите. И вы увидите, как это можно красиво обыграть. Но само, конечно, платье очень интересное. Красивое-красивое платье. Просто шик-блеск. Посмотрите, как красиво оно. Посмотрите, как красиво оно сделано. Ух ты. Только в косе можно такое купить. Не, не только. Конечно, не только. Но из масс-маркета, который по ценам не масс-маркета, только в косе можно найти такое платье. Посмотрите, что я принесла. Это такой типа болеро Видите, здесь все бахрома, бахрома, бахрома Вот так вот оно сделано под горлом Трикотажное Здесь дырочки, дырочки И внизу Вот так вот оно с двух сторон Вот таким вот углом И все это бахрома Это шикарно, красиво, невероятно красиво Во-первых, оно прикрывает руки Которые нужно прикрыть Во-вторых, оно прикрывает Не очень-то, но Не очень-то прикрывает, но кое-как прикрывает Вот эти вот большие проймы Которые мне велика Потому что, в принципе, вот эта бахрома Она не очень-то особенно прикрывает Но такая, знаете, видимость того, что это какая-то Как будто бы какой-то, знаете Как будто же такое сверху накидушка Боа Как это назвать? Такая интересная вещь Просто невероятно красивая Я прям ее очень хочу Я думаю, что она стоит дорого Но Потому что вот на любое платье Комбинацию На любую вещь Вы надените ее И опа И вы королева Боже, как это здорово Это такая классная вещь И вы знаете, что я подумала Здесь, конечно, она стоит дофига Но я поищу где-нибудь на Амазоне Я думаю, что можно что-то подобное найти Может быть, не точно такое Но что-то похожее И это прям классная идея Классная идея Как обыграть любое такое платье Которое вы не хотите Допустим, которое слишком открытое Здесь сверху Или вырез очень большой Или вот слишком Вот здесь вот открытое В районе плечи А вы хотите это все прикрыть Единственное, что мне не нравится Вот здесь вот все-таки это горло Если бы они сделали вот так Вот вырез круглый Ну, это в этом идея Но мне это лично не очень нравится Смотрите, как это выглядит вместе С этой накидушкой Здесь прям Вот такая бахрома Цыганка Аза Как будто такой цыганский платок С кистями Ну, что вам сказать Сейчас я Поприкрываю побольше Мои ручки Вот так Да, вот так, видите Опаньки И уже как будто бы Как будто бы не видно Самого ужасного Самое ужасное прикрыто Но прикольно С этим платьем Вообще, конечно, такой Полет фантазии Так Значит, 75% вискоза Все остальное синтетика Стоит эта штуковина 150 долларов Вот ее номера Она, конечно же, безразмерная Размера у нее нет Ну Классная штучка Но я думаю, что На просторах интернета Вот что-то такое Можно найти намного дешевле Не какое-то такое синтетическое В блестках Типа накидушку А вот именно вот такую Вот Мне кажется, она очень классная Вот эта идея С бархатом Ой, с бахромой Вот эта идея Здесь такая сеточка Я бы только горлышко отрезала Чтобы А то в нем жарко Как-то душно Как-то душит Интересная вещь Классно придумали Так, платье 80% цитат И 20% Полиэстер 275 долларов Цена Размер Десятый Вот его номера И Что хочу сказать Платье Очень неплохое Мне оно Очень нравится Вот это вот Мне нравятся Вот такие Тонкие Элегантные Как бы Плечо Вот так сделано Конечно Здесь Сложно С Сливчиком Нужен Ливчик без бретелек Сзади Видите У него такая Слезка И оно Вот идет Такой шов Сзади Очень красиво Сделано И вот это Вот все Вот оно Такой разной Длины Такой разнообразной Конечно Это все Очень красиво Вот так вот Оно Отрезано Внизу Кружево Кружево Какое-то Немножко Дешевоватое Я бы сказала Но В принципе Ничего Нормально Ну в общем Вы поняли Вы видели Его на мне Очень Необычное Оригинальное Нарядное Красивое Платье Единственное Ну цена Конечно Да Ну вот С размерами Как-то Видите У него Прямо Видно Что у него Очень большая Пройма То есть Подразумевается Что его Вообще Надо носить Без Безгальтера Потому что Даже если Безгальтер будет Без шлейк То вот Такая Вот здесь Пройма Здесь Никакой Безгальтер Невозможно Он будет Виден Это Некрасиво То есть Надо носить Без Безгальтера Маленькая Грудь То Может Это Не Страшно Ну вот Имейте Ввиду Вот Смотрите Прямо Видно Какая Низкая Пройма У него И вот Здесь Она Прямо Была Сильно Большая Если Был 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 Больший размер Он бы Узкий Вот Здесь В животе И в попе Но Может Здесь Он Был Был Лучше Вот Такие Мои Сомнения Но Я не Собираюсь Все равно Покупать Просто Вам Рассказываю Что Я думаю По поводу Этого Платья Так Ну Что Дорогие Друзья Вот Такие У нас Сегодня Были Примерки Вот Такие Интересные Вещи Я Надеюсь Что Вам Понравилось Надеюсь Что Вам Но Черный Цвет Всегда Считается Элегантным Беспроигрышным Во всех Случаях Жизни Я Не Всегда С этим Согласна Я Как-то Раньше Считала Что Черный Цвет Немножко Старит Но Если Честно Последнее Время Я Вполне Себе С удовольствием Ношу Черный И Почему То Он Перестал Меня Старить Я Видимо Уже Настолько Состарилась Что Меня Даже Что Мне Черный Цвет Не Испортит Не Добавит Не Убавит Что Называется Все Всех Люблю Целую С вами Владида Всем Пока Бай Бай